Вышли на идею китёнка. И вот китёнок тоже самое. Наши ребята сделали каркас, наши обтянули всё это. Председатель ТОСа Захребётной Алексей Асташов с гордостью показывает нам фонтан китёнок, который стал украшением микрорайона. 120-килограммовый кит с этого года начал плавать. На его основании установили специальное устройство. Ещё три года назад на месте пруда была большая свалка. Её убрали, высадили на берегу деревья. Пруд стал местом притяжения не только мальчишек и девчонок, но и животных. Сейчас на водоём прилетают утки. У нас ещё в проекте есть, тут мосточки сделать, чтобы можно было подойти. Уже не тут, а почти у самой воды. Но это нужно будет на стилы делать, мосточки. Это всё. Идей много? Идей много. Ну, все не воплатишь в один день. Так что у нас перспектива большая. Буквально на днях микрорайон Захребётный пополнился ещё одним благоустроенным объектом. Между улицами Мурманская и Юбилейная появилась спортивная площадка. Мы выиграли грант окружной. Нам выделили миллион рублей. И мы решили поставить спортивную площадку. Не детскую, а спортивную. Она для всех. И для взрослых, и для детей. Вот сейчас такого вот немного тут время-то ещё ранее. А вечером здесь 10-15 человек бывает встречаются. Ребята все так, смотришь, вроде бы не хулиганин, хорошо вот следят. Среди первых посетителей спортивной площадки – 11-летняя Ольга Рогозина. С утра было очень скучно, потому что я не знала, где покататься. Сейчас я прихожу, и здесь очень много тренажёров. И везде можно позаниматься там. Вообще активисты ТОСа Захребётный занимаются не только благоустройством, но и культурной жизнью микрорайона. Среди них Валентина Тартина. Первое, что мы делаем, мы в Новый год делаем снежную горку. Для детей это у нас было первое. Мы делали снежную горку. Мы устанавливали ёлку. Проводили вокруг ёлки в Новый год встречу. Есть ещё совместно клуб юбилейный. Клуб общения юбилейный. Мы работаем вместе. И вот мы проводим День здоровья. Где-то проводили в октябре, где-то в сентябре, где-то в августе. Собираем чаепитие. День соседа. Мы устраивали в мае, когда у нас был субботник, мы заодно устроили День соседа. И так вот проводим в своё время. Лучше же стало? Конечно, конечно. Женщина успевает не только заниматься общественной деятельностью, но и садоводством. На её приусадебном участке растёт клубника, картофель, морковь, горох, кабачки и много цветов. В этом году хозяйку порадовал дельфиниум. Он, наверное, достиг своей вот этой зрелости, который должен быть. И вот цветёт. Вот ещё мне бы хотелось, конечно, быть розовый. Ещё один активист и житель микрорайона Захребётный – Николай Чикин. Его мы застали за вязанием ванных веников. Сейчас вот веники вижу. Много завязали уже? Получается 52. Идей-то много. То забор, то дом, то баню подремонтировать надо. Забот в своём доме хватает. Приусадебный участок Николая Чикина больше похож на сказочный дворик. Здесь всё создано своими руками. Искусственный колодец, цветочные клумбы, разнообразные композиции. Николай Михайлович стал одним из дизайнеров фонтана «Китёнок». Несмотря на большую загруженность, общественной жизнью и домашними делами, на вопрос о том, хочет ли мужчина жить в благоустроенной квартире, говорит категорично – нет. Тишина, вот эта природа, что-то такое. У меня гены идут вот в смезении каменской деревни, может быть, это что-то передалось от бабушки, дедушки. Свой дом захотели – поставили. Захотели – огород посадили. Сейчас вот наслажали. Вот цветёт что-то. Когда что-то делаешь, да ещё и это выходит, так и удивляешься. А всё просто нужно чаще наклоняться, да и шевелиться, шевелиться. Вот результаты – это приятно. То клубничка там, он красненький – тоже приятно. В общем, живёт микрорайон Захребётный своей спокойной и интересной жизнью. В планах у них обзавестись собственным помещением, где все неравнодушные к своей малой земле жители микрорайона смогут сесть за общим столом. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.